Гибель на воде, дорожно-транспортные происшествия, борьба с наркотиками и производственный травматизм. В Горисполкоме обсудили выполнение директивы номер один. Теперь немного статистики. В 2020-м в установленных местах для купания обошлось без жертв. Однако смертность в целом возросла на 2,4%. Большая часть – несчастные случаи. Преступление под градусом по сравнению с прошлым годом тоже в плюсе. В городе не допущено фактов терроризма и проявления экстремизма. При проведении массовых общественно-политических, культурно-зрелищных и спортивных мероприятий. Целенаправленно осуществляются мероприятия по обеспечению общественной безопасности, выявлению и изъятию из незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств и привлечению виновных в этом лиц к ответственности. Вместе с тем следует отметить, что проводимая работа государственными органами города Бобруйска, иными организациями и гражданами по укреплению общественной безопасности и дисциплины требует дальнейшего совершенствования и усиления по отдельным направлениям деятельности. Один из самых актуальных вопросов – пожарная безопасность. МЧС продолжает находить недостатки в организациях и на предприятиях города. В то же время руководство незамедлительно реагирует и устраняет замечания. Вы понимаете, мы сегодня все-все потому, что констатировано только там. И надо констатировать. Это люди, это безопасность. И мы за нее сегодня с вами вложимся. Меня еще разгораживает. И я думаю, что человек, товарищ и новичок, в том деле, надо нам детально разобраться именно по вопросу укрепления общественной безопасности. Александр Студнев подчеркнул – расслабляться не стоит. Каждый должен помнить о личной безопасности. Только соблюдение всех правил и законов поможет сохранить не только свое здоровье, но и близких людей.